Всем привет-привет, мои дорогие, мои любимые, мои драгоценные подписчики, гости моего канала. Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Сегодня делаем очередную серию нашего расклада, что происходит в его жизни прямо сейчас. Смотрите, я буду его сегодня на, как мне сказал кто-то, ой, какая колода страшненькая, она страшненькая, но очень умненькая, очень интересненькая колоде. Таро Безумной Луны. Вам нужно, как обычно, сконцентрироваться на вашем партнёре. Я вчера не делала расклад, наверное, впервые за всё это время, что происходит в его жизни прямо сейчас. Меня уж забросали письмами, где наш расклад. И особенно это касается именно этого расклада, на эту тему. Посмотрим несколько позиций, какие энергии его окружают, что сейчас происходит в его жизни, какие мысли о вас, какие чувства к вам на сегодняшний момент. Ну, в общем, те, кто смотрит этот расклад, знают, о чём пойдёт речь. Визуализируйте сейчас вашего мужчину. Ну, я же напоминаю, что по вопросам обучения обращаемся на WhatsApp. Ссылочка находится под каждым видео. Пишите, пожалуйста, большими буквами слово «обучение». Я обязательно с вами свяжусь, расскажу вам о моём обучающем курсе. И огромное вам спасибо за вашу поддержку, за ваши донаты, за ваше спонсирование моего канала, за ваши лайки, за ваши комментарии. Огромное вам спасибо. И дай Бог вам от Вселенной в миллион раз больше, мои дорогие, за вашу позитивную, прекрасную энергию. Итак, я надеюсь, вы уже определились с выбором. Мы сейчас будем начинать. Итак, что происходит в его жизни прямо сейчас? Королева Пентакли. Материальные дела, материальные вопросы. Королева Пентакли олицетворяет материальный мир, материальное решение каких-то материальных вопросов. То есть мужчину сейчас это заботит. Материальная сторона жизни сейчас для него важна. Что-то, какие-то вопросы он решает. Но это придворный аркан Королева Пентакли. Поэтому, естественно, каким-то образом, скорее всего, у большинства зрителей сегодня в жизни этого человека присутствуют либо дела с какой-то Королевой Пентакли, женщиной, либо земной стихии, либо асцендент в земном знаке, либо он с ней связан какими-то материальными делами. Видите, она здесь Пентаклик такой держит. Поэтому этот мужчина, с ней связан какими-то материальными делами. Может быть, родственница, может быть, жена настоящая, либо бывшая. Видите, детки тут еще у нас вокруг нее нарисованы. Но женщина, скорее всего, может быть, он не имеет к ней отношения. Но женщина, скорее всего, такая стабильная, чаще всего по Королеве Пентакли и замужняя. Но вот что-то его с ней связывает. Может быть, просто материальные какие-то дела с этой женщиной. Расклад ведь общий, невозможно все нюансы здесь предугадать. Так. Какие энергии сейчас его окружают, этого человека? Не начинается сразу. Чем он у нас тут разочарован? Ага. Что происходит в его жизни? Я вообще поражаюсь этому человеку, насколько здесь он материально у нас ориентирован. У него практически каждый расклад идет, материальная энергетика. Такое впечатление, ну, извините, пожалуйста, если это не так. Но у меня складывается впечатление, что этот человек деньги любит вообще больше всего. И больше женщины, и больше себя, потому что постоянно выходят какие-то пентакливые у него дела, проблемы. Вот сейчас он этими делами категорически не удовлетворен. Некая ситуация, связанная с деньгами, закончилась. Ну уж не знаю, у кого-то контракт, у кого-то там он занимал денег, допустим, и сегодня отдал, либо наоборот не отдал. Либо у него кто-то денег занимал, и сегодня подошел, допустим, день отдачи, а человек не отдает деньги ему. Ну, в общем, что-то такое. Ситуация, которая его разочаровывает, которая вгоняет в его эмоциональные какие-то неприятные вещи. Это первое. Во-вторых, здесь человек долгое время, длительное время чего-то ожидает в материальной сфере каких-то улучшений своего материального положения. Вот уж сколько времени, у нас месяца два, наверное, идет такая история, она продолжается. Здесь человек связан какими-то обстоятельствами, какими-то, может быть, обязательствами. Либо он, в принципе, понимает, что вот эта самая ситуация, разрешение благополучного, которое он ожидает по материалке, не происходит разрешение благополучного. Именно из-за того, что присутствуют какие-то обстоятельства, которые влияют на это. В общем, человек сейчас полностью окружен материальными энергиями, переживаниями из-за этого. И знаете еще какой момент? Ему здесь что-то нужно окончить, что-то нужно завершить. Кто-то уже завершил. Что-то опять-таки связанное по материалке, я вам уже сказала. Может быть, идет речь о том, что брал в суду, давал кому-то в долг, либо у него кто-то брал в долг. Либо там ему денег не додали на работе, либо еще что-то. Он хотел бы, чтобы это уже завершилось, ушло в прошлое, а это еще висит, витает в воздухе. И никак не разрешится тем образом, которым ему нужно. В общем, смотрите, ситуации на самом деле может быть очень-очень-очень много. Я вам рассказываю об общем направлении, а вы уже можете делать выводы. Знаете вы о нем что-то, либо не знаете. Я вам озвучиваю то, что мне показывают сейчас. Есть ли мысли о вас? И если есть, то какие? Давайте посмотрим. Есть ли мысли о вас? И выходит аркан семерка кубков. Что можно сказать по семерке кубков? Есть ли мысли о вас? Конечно, есть. Потому что семерка кубков – это и есть мысли. Причем на этом аркане, посмотрите, кто изображен у нас. Художник, который пишет картину. Художник немножко, конечно, тоже еще. Тут художник с приветом, да? Вот, как и вся эта колода, здесь все-таки персонажи. Но он пишет картину, и на этой картине вы очень много мыслей, очень много иллюзий каких-то, очень много он себе что-то придумывает, надумывает лишнего, чем есть на самом деле. Но мысли здесь просто кишат, здесь рой мыслей о вас. Какие мысли? Давайте посмотрим. Нам же интересно, какие мысли. Король Пентаклей, Королева Кубков. Ну, во-первых, он представляет себе… Представьте себе, вот этот человек такой интересный, да? Он представляет вас парой, причем он такой стабильный, четкий мужик, Король Пентаклей, и вы рядом с ним, Королева Кубков, милая, нежная, ласковая. Это его мысли. Вот он о вас мечтает, именно о такой. Мы спрашиваем о мыслях, сейчас не надо там рассуждать, что где и куда, нам показали. Мысли есть? Да. Причем не просто мысли, а даже порой фантазии о вас. И о вас в каком плане? Вот он такой стабильный, классный мужик, Король Пентаклей, все его уважают, и вы его цените, и вы рядом. Мягкая, пушистая, сладкая кошечка, которая готова выполнить любое его желание, любую его прихоть, поднести тапочки домашние, как только он на порог, а вы ему такие, знаете, вот с таким мехом тапочки. Тут же на подносике ему выпить, закусить, массажик сделали, на ушко слова любви пошептали, потом такая вся красивая в прозрачном пеньюаре, перед сном сделали все, что нужно по этой части. У него вот такие фантазии о вас. Здесь даже не разговор об участии кого-то в вашей жизни, хотя у некоторых из вас здесь действительно мужчина может думать о том, что вы с другим мужчиной, и вы любите другого мужчину, если у вас есть такой мужчина. Либо он может думать о том, что вы можете встретить другого мужчину и полюбить его. То есть к нему стабильного, настоящего, такого мужика хорошего, на которого можно опереться. И вот к нему вы можете перед ним раскрыться, как королева кубков. То есть здесь рой, настоящий улей с миллиардом пчел, которые его жалят. У него таких мыслей очень много, но мысли в основном направлены на то, что я вам сказала. Также он может мечтать, думать о том, и мечтать о том, как он делает вам подарок, как он проявляет щедрость. А щедрость он здесь вряд ли способен проявлять по этим арканам, которые я вижу. Это только его мечты. Мечты, мечты, где ваша сладость? Вот такие интересные нам мечты сегодня мысли о вас показали. А чувства к вам? Давайте чувства посмотрим на сегодняшний момент. А тут мужчина что-то совсем у нас в отшельника ушел. Ну и мы знаете, ему одиноко без вас. Он понимает, что ему без вас одиноко. Но тут мужчина виноват сам. Знаете почему? Он очень закрытый. Тут, конечно, может какая-то ситуация между вами быть, перекликающаяся, допустим, сегодняшним разговором с его душой. Очень часто этот расклад, что происходит в его жизни прямо сейчас, очень тесно перекликается с большим раскладом, который я делаю ежедневно. Сегодня это был разговор с его душой. Там была очень непростая ситуация. И тут показывают тоже ситуацию так себе. Потому что мужчина в отшельнике. Мужчина сам по себе отшельник. Мужчина-одиночка, девочки. Здесь мужчина-одиночка. Кстати, склонен в своих мечтах, тут иллюзиях пребывать. У кого-то даже заворотник может закладывать по этому аркану. А потом эти иллюзии у него вау, мечты в голове там роятся. Если нет, да, если не пьет, ну тут не обязательно пить. Тут в принципе человек может каким-то допингом подзарядиться и мечтать там себе. Так что, в общем, нам могут показать такого человека, который может в жизни себя проявлять сухо, как-то консервативно, а в душе быть вот таким даже, можно сказать, романтиком. Человек, который способен на мечты, на какие-то там иллюзии. Так вот, в чувствах сложные вышли арканы. Нам показывают, что мужчина закрылся, он забаррикадировался просто, на 100 замков закрылся. Посмотрите, посмотрите, что творится. Вот эти все арканы говорят об этом. Забаррикадировался, даже маску надел на себя, чтобы лицо свое не показывать. И сидит гордый такой и ожидает, когда, может быть, вы сделаете первый шаг. И он, наконец-то, тогда, возможно, соизволит из своего отшельника выйти. Либо тут еще, знаете, такой момент, что он специально это все делает. Да, ему это кайф даже приносит, что он как-то отдалился, что он как-то закрылся. И что у него могут быть мысли, что вас даже это может заводить, как бы, вот эта ситуация, когда он, непонятно, либо заморозился, либо перестал с вами общаться, либо перестал вам какие-то эмоции дарить. Ушел в отшельника и думает, во, какой я правильный. Это правильная позиция, так настоящий мужик себя вести должен. Вот сегодня какой-то вот такой бардак у него. Ну, я по-другому это не назову. Мужчина сложный, мужчина здесь у нас отшельник. Мужчина, по сути, своей, я вам так скажу. Он вряд ли способен очень глубоко вообще кого-то любить. Потому что отшельники, они редко способны на какие-то очень-таки крышу сшибающие чувства, эмоции. Здесь человек в себе, человек в футляре. Так, давайте спросим, что он скрывает от вас и что вам нужно было бы знать. Очень полезно было бы знать сейчас. А он это скрывает. Что он скрывает от вас, этот человек сейчас? О, аркан башни. Что-то рушится в его жизни. Что-то произошло резкое, ну, что-то рухнуло. Потому что по аркану башня это либо разрушение до основания, просто вот даже вместе с фундаментом порой. Либо это в принципе могут быть, кстати, может быть между вами произошла башня, кстати говоря. И он скрывает, что он это переживает. А то, что переживает здесь сто процентов. Если между вами была башня, вот сейчас прям чётко перекликается с раскладом разговор с его душой. Если между вами была башня, то тут мужчина переживает. Он скрывает то, что это башня, это разрушение. Это вот его беспокоит. Также он может скрывать от вас то, что у него в принципе что-то в жизни произошло, что-то рухнуло. Либо какие-то кардинальные изменения произошли. Поэтому аркану часто бывает даже какая-то там, ну, попал в ДТП, либо какая-то поломка, там, я не знаю, кран сорвало в квартире, либо ещё что-то. Либо ещё, может быть, это, конечно, мало у кого-то играется. Но очень часто с этим арканом бывают связаны сделки по покупке недвижимости. Либо планы о том, чтобы как-то недвижимость обновить, купить что-то новое. И это лежит у него вскрытым. По какой-то причине он от вас это скрывает. Что его волнует, помимо вас, вас не имея в виду, Паш Пентакли. Он ждёт от кого-то каких-то известий. Известия эти связаны с работой с деньгами. Опять-таки материальная сфера. И сейчас это его волнует. То есть он долгожданное какое-то известие касаемо его материального положения. Также, если у него есть дети, либо вообще, в принципе, у него может не быть детей. Если есть дети, то что-то связанное с детьми. Возможно, ему нужно сейчас вложиться в детей, что-то купить, приобрести, как-то деньги дать. Если детей нет, то здесь, в принципе, может быть энергетика детства-юношества. Какой-то ребёнок, либо юноша-девушка в его жизни сейчас отыгрывается. Тоже с точки зрения, скорее всего, материальной. Что-то с материальным связано. Также этот аркан может говорить о том, что его волнует то, что он понимает, что в какой-то сфере своей жизни он сейчас ученик, по сути, ему нужно подучиться. Он не чувствует достаточного профессионализма. Скорее всего, это связано, конечно, с работой, с карьерой, с чем-то таким. Это его волнует, он понимает, что, возможно, нужно вложиться во что-то, в какое-то обучение, а денег жалко на это. Вот. Скорее всего, жалко по его арканам. А может быть, у него и действительно есть проблемы некие. Тут, знаете, человек может быть миллионером, а считать себя бедным, несчастным, и что всё плохо у него складывается в жизни. А кто-то может считать копейки от зарплаты до зарплаты, а считать себя самым богатым и счастливым в мире. Каждый судит по мере своих возможностей. Так, давайте спросим, вы знаете, что... Вернее, не вы знаете. Есть вопрос, такой, который я задаю для тех, у кого мужчина живёт отдельно от вас. У него есть другой дом. Либо он с семьёй живёт, либо с родителями, либо один живёт. Неважно. Но как он себя чувствует дома? Что там у него дома? Я бы даже больше сказала, как он там чувствует сейчас, его моральное состояние. Ну, давайте спросим, что у него там дома сейчас. А есть какой-то момент, у него сейчас выбора, что-то в чём-то нужно определиться. И вот у него сейчас опять-таки пентаклевый аркан. Девчонки, сейчас мужчина полностью окружён пентаклевыми материальными арканами. Опять у него что-то там по материалке. И именно об этом у него сейчас и мысли дома, в принципе. Так, давайте посмотрим. Ещё один аркан вытащу. Да. Есть препятствия, есть какие-то обстоятельства, которые ему нужно бы преодолеть. И он ждёт какого-то известия. Он ждёт, во-первых, известия, во-вторых, ждёт, когда ветер перемен изменится. И его паруса, наконец-то, надуются на его корабле, на его шхуне. И он поплывёт вперёд к успеху. Но здесь всё связано с деньгами. Здесь даже дома, находясь, он думает о материальных вещах. Вот так я вам могу здесь сказать. Да, ну, конечно, это партнёрские отношения. Здесь всё идёт о партнёрских отношениях, причём мужских. У него могут быть, кстати, какие-то дела с мужчиной. С каким-то король мечей. Может быть начальник, либо коллега, либо там, ну, кому как. И вот это всё связано. Он прям ждёт, и даже дома, находясь сейчас, у него мысли не о том, что он там с кем-то ссорится, спорит, либо ему хорошо или плохо, либо он любит кого-то, либо ещё что-то. У него здесь все сейчас мысли о том, что в вот этих вот переменах, какая-то зависшая непонятная ситуация, она сейчас непонятная по двойке Пентаклей. И он ждёт, когда эта ситуация разрешится. Поэтому даже и дома он об этом думает сегодня. А каких-то действий можно ожидать с его стороны в вашу сторону? Знаете, что это только как один из миллионов вариантов. Пока идёт к этому. Колесо фортуны. 50 на 50. То есть здесь мужчина появился, исчез, и так может быть. А ещё этот аркан говорит о том, что можете ожидать, можете и не ожидать. То есть он сегодня может хотеть как-то проявиться в вашу сторону, а завтра передумать и заняться другими делами и вообще не появляться. Поэтому колесо фортуны это вот так. Как подует ветер, в какую сторону? Я уже сказала, ветер перемен. По ветру он плывёт, либо нет. Вот подует в вашу сторону ветер перемен, он появится, как какие-то сделают действия. Изменится ветер, он исчезнет. Так, ну это естественно буквально ближайшее время, вчера, сегодня, завтра мы смотрим. И, наконец, совет вам вообще, на что нужно обратить внимание, в принципе, вам сейчас. Так хочется сказать, на других мужчин обратите внимание, на другого мужчину. Возможно, в вашем окружении есть человек, которому вы нравитесь, искренне нравитесь. Вы можете об этом не подозревать, а можете знать. Так вот на этого человека нужно обратить внимание, потому что именно этот человек, если даже у вас не сложатся отношения с ним прямо вау, да, там какие-то любовные, но вы, по крайней мере, можете как-то отвлечься чисто эмоционально от истории вот с этим человеком, к примеру. Ну и вообще обратите внимание на других мужчин вокруг, они есть вокруг вас. Даже если вы сейчас мне напишите в комментариях, вокруг меня никого нет, я там, мне 75 лет, и о чём вы говорите? Они есть. Так показывают карты Таро, и так есть. И если вы как-то отвлечётесь, да, то вы увидите, что они действительно есть. И с мужчиной, с другим, с каким-то мужчиной можно получить очень интересный эмоциональный опыт. Это первое. Второе. Вообще обратите внимание на то, что вам не хватает эмоций, чувств и выражения себя творческого. Займитесь каким-нибудь творчеством. Ну, вот это прям вам необходимо. Сходите в театр, купите там себе, я не знаю, мольберт, краски, начните рисовать, заниматься музыкой. Может быть, я очень часто говорю, испеките красивый торт, это тоже творчество. Послушайте красивую музыку, сделайте какую-нибудь подделку. Ну, в общем, чем-то таким вам нужна какая-то творческая реализация. И когда вы совершите эти действия, я имею в виду по творческой реализации, вы почувствуете некое удовлетворение, которое вам необходимо. Вот такой получился расклад. Ещё и на дне колоды десятка жезлов выпало. У вас непростые отношения с этим человеком, скорее всего. Спасибо большое за то, что досмотрели до конца. Буду вам очень благодарна за пальчик вверх, за тёплые комментарии под моим видео. Если ещё не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Нажимайте на кнопочку колокольчика. Рядом с кнопкой подписки, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Я же желаю всем счастья, любви. Только самых безоблачных, прекрасных, нежных, светлых отношений. И по-настоящему надёжных партнёров, любящих рядом с вами. Вы этого действительно заслуживаете. Всех вам благ, мои дорогие. Защита и покровительство высших сил. Пока-пока. До завтра. Субтитры подогнал «Симон»